Приветствую вас! Этот интересный вездеход, у которого вместо привычных колес стоят шнеки, появился, когда возникла потребность в поисковой эвакуационной машине, способной пройти в самых труднодоступных местах, такие как снежный покров любой глубины и болота, причем передвигаться он мог с одинаковой скоростью. Создание этого необычного вездехода обусловлено тем, что спускаемый аппарат не всегда приземлялся там, где хотелось. Благодаря малым размерам, которые составляли в длину 3,8 и ширину 2,5 метра, к месту так называемой работы доставлял другой вездеход, ЗИЛ-4906 «Синяя птица» в своем грузовом отсеке. Когда «Синяя птица» не могла идти дальше своим ходом, в дело вступал этот мини-вездеход. Он самостоятельно продолжал поиск спускаемого аппарата и эвакуировал космонавтов. Разработкой компоновки будущего вездехода занимались Соболев и Селезнев. Немалую роль в разработке сыграл Виталий Андреевич Грачев, создатель многих известных вездеходов. Снегоход получил компоновку с передним расположением открытой пассажирской кабины и задним размещением двигателей. С силовыми агрегатами служили два В-образных четырехцилиндровых расположенных бок о бок двигателя МЕМС-967А, мощностью по 37 лошадиных сил, способные разогнать вездеход до 15 км в час по снегу и 12 км в час по воде. Маховик двигателя находился сзади и соединялся с однодисковым сцеплением. В качестве двухступенчатой коробки передач использовался планетарный механизм, а в трансмиссии использовалась трехступенчатая овальная диапазонная коробка передач, установлена под углом к остальным агрегатам. Крутячий момент передавался с помощью карданной передачи на редуктор, который проводил во вращении шнековый движитель. Шнеки имели полуконструкцию и благодаря им вездеход прекрасно держался на воде и мог плавать. Для движения шнеки были снабжены винтовыми грузозацепами с углом наклона винтовой линии 39 градусов. Изменяя скорость и направление движения шнеков, водитель управлял перемещением или маневрировал при притормаживании нужного ротора. Вездеход ZIL 2906 имел несущий сварной водонепроницаемый корпус простых форм, образованный только прямыми линиями. Верхняя часть корпуса, где находилась кабина, получила передний лист с лобовым остекленением. Стекло при необходимости при помощи шарниров складывалось. Кожух двигателей имел немного увеличенную высоту. Спереди перед шнеками имелась пара скошенных лыж для съезда с препятствия. В кабине установили пару кресел для экипажа и два лежачих места для космонавтов. Экипаж попадал в кабину через борт. Для спасения космонавтов вездеход снабжался разновидным медицинским оснащением, а также спасательными жилетами, носилками и т.д. Снабжался он также радиостанцией и переносным пеленгатором. Сборка опытной машины завершилась летом 1975 года. И первые испытания, которые продлились до октября, начали проводить на прудах рыбхоза Нара, где вылезли все недостатки мелитопольских двигателей. При движении по болотам им просто не хватало мощности, и они быстро ломались. При движении по воде встречный воздух не охлаждал их в нужном объеме, отчего они быстро перегревались. Но несмотря на недостатки двигателей, вездеход продолжил испытания, но на этот раз в составе машин комплекса 490 в Рыбинске, где он показал себя уже лучше, преодолевая заснеженные косогоры без особых проблем. Также он без проблем преодолевал замерзшее озеро. Но при испытаниях с июня по июль 1976 года в южно-климатических условиях города Каган слабые двигатели вновь показали себя с не с лучшей стороны. При прохождении по тростнику стебли тростника ломались и наматывались на роторы, отчего маломощные двигатели быстро перегревались. Плюс ко всему выяснилось, что вездеход нуждался в закрытой кабине. И хотя вездеход прошел небольшую доработку, где руль был заменен на рычаги и не себя в целом оправдали, было решено вездеход отправить обратно на завод для замены двигателей и существенной переработки самой конструкции. Благодаря чему в 1979 году на свет появилась усовершенственная версия вездехода ЗИЛ-29061 с новыми вазовскими двигателями, которые были мощнее прежних, и крытой кабиной. И в отличие от предшественника, отличался высокой надежностью и улучшенной маневренностью и проходимостью. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока! Продолжение следует...